Вы уже видели много сборок ПК, сегодня предлагаю вам спуститься в более дешевый ценовой сегмент. Мы получим отличную платформу для апгрейда, хорошую производительность для игр и работы, и даже несмотря на то, что цены на видеокарты все еще завышены. Xeon E5 2640 шестиядерный процессор на архитектуре Senti Bridge выделяется среди ближайших моделей более высокой частотой, при этом обладает очень вкусной ценой. Чем и заслужил популярность, техпроцесс 32 нанометра, частота на все ядра 2,8 ГГц, кэш 15 МБ и TDP 95 Вт. Процессор не предъявляет серьезных требований ни к системе охлаждения, ни к материнской плате, можно смело использовать его с бюджетными китайскими платами. Так как множитель процессора заблокирован, на большой разгон рассчитывать не стоит, имея материнскую плату с серверным чипсетом, можно попробовать слегка разогнать с помощью программы SetFSB, примерно получив не 2,8, а целых 3 ГГц на все ядра, что безусловно не без удачи. Этот Xeon можно считать самым бюджетным процессором в линейке, подходящим для игр, благодаря не самой низкой частоте. Во многих играх камень обходит восьмиядерный Xeon E5 2650 или 2660. В большинстве современных игр хорошо оптимизирован и можно смело рассчитывать на комфортный FPS. Процессор обычно ставят в пару с GTX 1060, но так как мы понимаем, позволить мы себе этого не можем, так как одна карта будет стоить около 80% от нашего бюджета. Материнская плата бюджетная M от X. Это материнская плата с 4 каналами, что дает возможность активировать 4 канал и поставить 4 планки, что безусловно отлично подходит нам для апгрейда. А как мы знаем, с 4 каналов мы получаем хорошую пропускную способность. Брусок алюминий отводит тепло от чипсета. На плате распаян M.2 с поддержкой NVMe, что дает возможность установки быстрого SSD. Хорошее питание процессора, невысокие температуры, поэтому выбор и пал на данную материнскую плату. Оперативная память, 4 планки по 4 ГБ, в итоге получаем 16 ГБ, что для современных игр хватит. Частота 1333 МГц. Кулер. С одной стороны переснеговик, не ошибешься. И отличный отвод тепла, и прекрасный кулер для апгрейда. Потом просто покупаешь 2640v3 или 2670v3, и все становится прекрасно. Но из-за ограниченности бюджета мы не можем позволить переплатить 900 рублей. Поэтому охлаждать будет простой кулер с двумя медными трубками, так как процессор не требует мощную систему воздушного охлаждения. AeroCool Air Frost 2 рассеивает 110 Ватт, 3-пин-коннектор и гидродинамический подшипник. За 720 рублей это лучшая покупка, так как с Али заказывать кулер просто хуже нет смысла. Особенностью является квадратное посадочное место, которое позволяет не только охлаждать процессор, но и материнскую плату. Видеокарточка. Тут есть множество вариантов. Я беру HD7850 на 2 ГБ видеопамяти. Также можно обратить внимание на следующие модели R7 250, GT1030, R7 250X, GTX 660 Ti, HD6670, HD6570, R7 240, ну и конечно легендарная 750 Ti. Берите, во-первых, видеокарту желательно на 2 ГБ, это позволит играть на более высоких настройках и с большим комфортом. Берите ту, которая дешевле в вашем городе, привел так много моделей, чтобы вы точно нашли одну из этих видеокарт в своем городе. Данная видеокарта базируется на графическом процессоре Pitcaen, выполнен по 28-нанометровому техпроцессу. Часть вычислительных блоков отключена, из 1280 потоковых процессоров в строю осталось 1024, а из 80 текстурных блоков задействовано 64. Это одна из легендарных видеокарт, вышла в далеком 2012 году, по производительности напоминает GTX 660 Ti, либо 750 Ti. Да, видеокарта не самая мощная, тем не менее, для нетребовательных игр или требовательных, но вожди разрешений поиграть возможно. Тут EKS, Dota, Танки, Лига Легенд, Overwatch, Apex, Fortnite, старые части Ассасина, Гонки и куча других игр, в том числе, конечно, и шутеры. Все это наша видеокарточка будет тянуть, потом опять же докупить 1060 на 6 гигабайт видеопамяти после конца майнинга проблем не составит. 2 гигабайта GDR5 видеопамяти и шина 256 бит, работают на частоте 4600 МГц. SSD от Golden Fear на 120 гигабайт под Windows Phone и пару игр. Блок питания FSP на 400 Вт, дешевый, качественный, надежный, с хорошей схемотехникой и всеми нужными проводами. Жесткий диск VW на 300 гигабайт, берите Sega, Toshiba, Hitachi или любой другой, они плюс-минус все одинаковые, смотрите по наличию в вашем городе. Ухватить за 300 рублей жесткий диск сейчас несложно, если вообще не парится, приезжайте, отдаете 500 рублей и все, все делается очень быстро. Корпус на авито, 300 рублей, тут дело вкуса, один заплатит, другой скажет, я хочу с магазина за 2000 рублей, выбирайте то, что по душе. Переходим к любимым тестам. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok